Добрый вечер, в эфире новости в студии Иван Тельтевский. Самые заметные и интересные события минувшего дня в материалах моих коллег. Итак, сегодня в программе. Свидание с Йети. Кемеровчанка встретилась с тем, кого все ищут. Трагедия на пешеходном переходе. Мальчик побежал через дорогу, резко побежал. И увидел уже автомобиль, когда на средней дороге был. В Кемерове произошло очередное ДТП с участием ребенка. Удивительные превращения. Бесконечно идут машины, ты не знаешь, куда вписаться. Один из дворов Кемерово неожиданно для жильцов стал улицей. Долой старую жизнь. В областном центре подготовили строительную площадку под новый жилой комплекс. В Кузбассе появятся льготы на бензин. Такое решение было принято на совещании губернатора Омана Тулеева с руководством компании «Газпромнефть». В Кузбассе цены на ГСМ намного ниже, чем в других регионах. От этого и наличие контрафактного топлива. А также поставки дешевого бензина в соседние регионы. Полицейские ежедневно предотвращают вывоз с 10-15 цистерн бензина за пределы области. Последние три года усилиями губернатора удавалось сдерживать цены на ГСМ. Однако правительство решило со следующего года выровнять стоимость бензина по стране. В связи с этим губернатор поставил задачу продумать и внедрить механизм социальной защиты малообеспеченных категорий населения. Юбилейный не по счету, а по имени. Сегодня на улице Алматинской в Рудничном районе областной столицы начались работы по созданию нового микрорайона. Он будет назван в честь приближающегося большого праздника – 70-летия Кемеровской области. Наша съемочная группа убедилась, иногда, чтобы построить, сначала нужно сломать. Хозяева съехали, и эти дома доживают свои последние минуты. Жалеть не о чем. Они служили людям не одно десятилетие. Теперь пришло время нового жилья. Двухэтажные бараки, как говорится, до потопной постройки еще с печным отоплением. На смену старичкам придут 18 современных благоустроенных домов в кирпичном и панельном исполнении. Здесь же, в экологически благоприятном районе Кемерово, будет школа на 800 мест, два детских садика и большой торговый центр. Планы грандиозные. Нам необходимо расширять дальше проспект Шахтеров. Нам надо расширять улицу Нахимова, делать ее проспектом. Это въезд в наш город, это въезд в столицу Кузбасса, поэтому это должно быть красиво, это должно быть прилично. В дожидающихся сноса трех первых бараках еще видны отголоски бывших домашних очагов. Сюда возвращались после работы, здесь отмечали праздники и мечтали. Но вот начинается история новая. Впереди еще много таких громких дел. Нужно снести более 200 ветхих домов, чтобы освободить место для города в городе площадью 150 тысяч квадратных метров. Здесь в комфорте и уюте будут жить тысячи людей. Этот проект интересный. Эти бараки сносит не бюджет, а частная компания, компания СДС. Для чего это делается? Вот здесь проживало 36 семей. Они уже все практически переехали в новые свои уютные квартиры, обживаются, делают ремонты и все остальное. А строительная площадка, которая здесь освобождается, она интересна инвесторам. Она переходит им в собственность по закону под этими домами. И они начинают осваивать строительство опять же нового жилья для наших горожан. Переселить в срок и в достойные квартиры. Еще совсем недавно Марина Бородич вместе со своей семьей жила в бараке, топила печку углем. Сейчас она без пяти минут новосел дома, построенного в жилом комплексе «Сибирская станица». К такому большому подарку приятный бонус от губернатора – современный телевизор. Планируем сделать ремонт к Новому году. Хотелось бы заехать в конце декабря, если успеваем. В последние шесть лет рудничный район изменился до неузнаваемости. Великолепная четверка современнейших жилых комплексов, построенных холдингом «Сибирский деловой союз» уже принимает своих жильцов. Не за горами рождения пятого – юбилейного. Лариса Михеева, Елена Мешкова, Константин Червяков. Новости моего города. Международное рейтинговое агентство «ФИЧ» достаточно высоко оценило инвестиционный потенциал «Хузбасса» и присвоило Кемеровской области долгосрочный рейтинг 2Б со стабильным прогнозом. В своем сообщении агентство отметило, цитирую. Присвоенные рейтинги связаны со стабилизацией операционного баланса. Налоги на промышленные предприятия составляют значительную часть бюджета области, но доходы компаний зависят от рыночных условий, что может представлять некий риск. Мы оцениваем данную зависимость как умеренную. И в подтверждение выводов агентства коллеги администрации Кемеровской области и Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Это значит, что в ближайшие три года госкорпорация будет помогать в реализации крупных инвестиционных проектов в Кузбассе, оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также моногородам. Реализация этих планов позволит развить экономический и промышленный потенциал Кемеровской области. В частности, привлечь 140 миллиардов рублей на финансирование экономически и социально значимых проектов, создать более трех тысяч новых рабочих мест. Шел в школу, а попал в больницу. 19 ноября в Кемерове на улице Инициативной произошло ДТП с участием ребенка. Восьмиклассник переходил дорогу по пешеходному переходу. Тем временем, груженный снегом КамАЗ ехал в сторону 21 микрорайона. Как пояснил водитель, мальчика он заметил еще за 150 метров и сразу же стал тормозить. На дороге был снег, а под ним лед. Произошла блокировка колес. Грузовик занесло на встречную полосу, и он наехал на ребенка. Мальчик получил серьезную травму головы. В тяжелом состоянии его доставили в детскую многопрофильную больницу. Инспекторы ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными на дорогах в условиях гололеда и ограниченной видимости. Особенно на пешеходных переходах. На тормоз нажал, машина пошла на юз полностью. Мальчик побежал через дорогу, резко побежал. И увидел уже автомобиль, когда на средней дороге был. Он повернулся лицом, как КамАЗ. Попытался взад отбежать, но уже ничего сделать не получил. Деликатесного мяса решили отведать двое тапкинцев и подстрелили пару лосей. Но устроить пиршество не удалось. Двое егерей остановили браконьеров, перевозивших мясо в мешках. Сумма ущерба, нанесенная животному фонду Кемеровской области, составила 240 тысяч рублей. Ее браконьеры возместили в полном объеме. А сегодня отличившись им сотрудникам лесного хозяйства вручили областные награды. Всего с начала года было выявлено около 600 нарушений в области охоты. 22 из них браконьерства с нанесением ущерба животному миру. По всем случаям возбуждены уголовные дела. Сегодня губернатор Роман Тулеев вручил орден доблесть Кузбасса начальнику главного управления МЧС России по Кемеровской области Ерему Арутюняну. Этой наградой генерал-майор удостоен за большой личный вклад в дело предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ерем Гекторович лично возглавлял и неоднократно принимал активное участие в организации поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Один из Кемеровских переулков, созвучный с историческим названием областной столицы, Щегловский, уже приобрел свою историю. Когда-то он был уютным закрытым двором, а теперь превратился в улицу с двусторонним движением. Какие неудобства это доставляет местным жителям, узнавала наша съемочная группа. В 90-е годы на ФПК построили экспериментальный переулок. Условно говоря, здесь расположились первые в городе элитки. Счастливые обладатели здешних квартир тогда нарадоваться не могли. Теплое, благоустроенное жилье, улучшенная планировка комнат, да и сам новоиспеченный переулок, тихий, уходит в тупик. За день проедет несколько автомобилей. Но вот недавно в конце Щегловского выросли многоквартирные высотные дома, а с ними появились десятки машин. Проезд к новостройкам только по этой внутридворовой дороге. Нам выйти, пройти очень сложно. Мы варьируем между машинами. Вот как бы идут двухрядные восьмиметры, идут двухрядные машины, да еще стоят машины у обочины дороги, еще вот на этой восьмиметровке стоят машины обочине. И вот бесконечно идут машины, и ты не знаешь, куда вписаться. Наглядно ситуацию можно увидеть, например, в транспортный час пик. Спешащие на работу автомобилисты делят дорогу с детьми. Последние торопятся в школу прямо по проезжей части. По словам местных жителей, сейчас еще куда не шло. В случае опасности с обочины можно отпрыгнуть в неглубокий снег. Но что делать в середине зимы, когда по краям будут сугробы? С просьбой изменить ситуацию Людмила Григорьевна звонила в администрацию района. Письменного обращения не оформляла. Ее звонок так где-то и затерялся. Хотя сообщала она и о другой проблеме, доставляющей неудобства жителям. Вот около этих домов совершенно нет освещения. Здесь вроде бы пытались поставить, сверлили. Там пытались поставить столбы для того, чтобы здесь сделать освещение. Но дальше дело не пошло. Когда жалобы дошли до городского управления жилищно-коммунальных услуг, в проблемный двор приехали специальные комиссии. Встретились с жильцами и приняли решение – организовать заасфальтированную пешеходную дорожку. Пространство для нее отнять у газона. Мы уже с руководителем управления благоустройства разговаривали. Он говорит, ты посмотри по месту, где сделают. Вот я правильно с вами согласен. Вот там участок вдоль сделать здесь пешеходную зону. Зиму и большую часть весны придется потерпеть. Строительный сезон этого года уже завершен. К тому же у жителей появился и еще один свет в конце Щегловского. В ближайшем будущем к новостройкам проведут второй заезд. С улицы Свободы машин станет существенно меньше. А проблема нехватки освещения и вовсе легко решаема. Достаточно только обратиться с конструктивным предложением в свою управляющую компанию. Хотелось бы пожелать, чтобы те собственники или жители тех домов, которые проживают и ставят проблему в первую очередь, обращались в свои управляющие компании. И если управляющая компания уже не может решить на своем местном локальном уровне обращаться в управление жилищно-коммунального хозяйства. Теперь остается только верить, что все обещания властей будут выполнены, а жители станут своевременны и в нужной структуре высказывать свои предложения. Тогда и пути решения проблем будут гораздо короче. Татьяна Савельева, Елена Мешкова, Константин Червяков, Сергей Юрин. Новости моего города. Новости моего города. Если у вас есть возможность помочь Александру, его родные и близкие просят перевести деньги на счета в Сбербанке. Реквизиты на ваших экранах и на сайте телеканала. Если вы стали свидетелем происшествия или располагаете информацией, которая может спасти чью-то жизнь, звоните нам на телефон горячей линии. 8 933 300 0300. Мы расскажем об этом в прямом эфире. Иногда помощь нужна и тем, кто сам в силу своей профессии призван помогать другим. В Кемеровском диагностическом центре сегодня прошел день открытых дверей. Гостем был исполняющий обязанности главы города Валерий Ермаков. Он встретился с молодыми специалистами-медиками. А их в этом году оказалось 90 человек. Тех, кто пришли работать после окончания вуза не в коммерческие организации, а в муниципальные учреждения. Молодым врачам вручили подъемные в размере 20 тысяч рублей. Медицинским сестрам по 10 тысяч. И это только начало. Надо помогать в жилищных условиях. Надо повышать заработную плату. Но тут радует, опять же, что есть задачи, поставленные президентом Российской Федерации, о повышении заработной платы. Правда, срок немножко такой большой. 18-й. Ну и цифры внушительные у врачей в два раза больше, чем средняя по городу или по области. А у обслуживающего, у младшего медицинского персонала она должна быть на уровне. Но мы постараемся эти сроки сократить. 21 ноября состоится горячая линия наркоконтроля. По телефону доверия в Кемерове на все интересующие вас вопросы отвечает руководство управления наркоконтроля по Кемеровской области. С 8.30 до половины шестого. Если вы знаете о фактах наркоторговли, притонах, людях, связанных с продажей наркотиков, позвоните по круглосуточному телефону доверия наркоконтроля. 58-00-58. Ваш звонок может стать важным звеном в выявлении и пресечении наркопреступления. Если в вашей жизни есть место гражданскому подвигу, и вы уверены, что недопустимо нахождение рядом людей, которые могут склонить ваших близких к употреблению наркотиков, или привлечь к участию в преступлении, в таком случае не сомневайтесь, звоните на телефон доверия, сообщайте об этом. Мы будем заниматься этими вопросами. Продолжение следует...